Алиса, ты аналитиков любишь? Нравится крупная гречка с лисичками, бутерброды с копченой колбасой? Шутка. Мне нравятся люди и учиться. Алиса, ты покупаешь доллары? Я не совсем поняла. Скажите, пожалуйста, курс какой именно валюты вас интересует? Выгодный курс от Владимира Левченко. Открываю. Открывай. По совету Алисы идем к Вологе Левченко за выгодными курсами. Были мы здесь в августе, и было тепло и хорошо. А сейчас идти за курсами выгодными охреново, потому что холодно, неуютно и вообще погано. И вообще не люблю осень. А так вообще, да, было бы прикольно. Вот видите, такая история слышно. Отлично. Володе, добрый день. Добрый день. Как у тебя настроение? Ты постоянно путешествуешь, постоянно смотришь в твой Facebook, там горы красивые всякие. Да, постоянно. Я первый раз, за сколько времени, выбрался в Тибет. Сейчас скажу, в 2009 году там был последний раз. Так что, не постоянно, не получается, к сожалению. Хотелось бы чаще, но может быть потом когда-нибудь на пенсии. А у тебя было бы много-много-много денег. Ты бы куда поехал, в какую страну в первую очередь? Я? Ты имеешь в виду прямо сейчас? Ну да, сейчас, да. Ну, сейчас, не знаю, в Штатах давно не был, по Штатам бы покатался. Посмотрел бы действительно, что там происходит. Там тоже, кстати, очень много красивых мест, горы и национальные парки. Абсолютно уникальные места. Много красивых мест на планете. Ну ладно, давай бы еще раз съездил. А в Турцию? В Турцию, в Турцию тоже можно. Просто ты как раз Турцию, про турецкую лиру много пишешь в последнее время. Может, в Турцию посможешь, как внутри там все? Я был на майские праздники в Турции. В общем, спокойно достаточно, народ доброжелательный. Ценник, правда, несмотря на постоянную девальвацию турецкой лиры, достаточно высокий. Да, я любил сравнять. Из аэропорта Антарии вылетал. Смотрю, правда, интересно, сколько стоит кофе в Старбаксе. 4 доллара. Стоил. 4 доллара, да, при том, что в Европе он стоит там меньше 2 евро. Ну, поскольку до эфира не очень, ну, время тихо-тики, да? Давай начнем, возьмем бокас за рога. БК, давай. Смотри, у меня встреча с разными людьми. От тебя уехал, была какая-то определенность. Ты говоришь, что доллар будет стремиться к 100. Стремиться будет к 100. Ну, будет, но чуть-чуть попозже, наверное. То есть, пока мы в таком неком диапазоне зажаты, да, и любые, вот то, что мы наблюдали, любые попытки продажи всех остальных высокодоходных валют, да, причем абсолютно всех, они до рубля не доходят. Ну, то есть, есть такая некая эйфория, что вот у нас прям, ну, действительно, прям все супер-супер-супер. Ну, не ты один, понимаешь, есть на свете. Поехал в Сочи, там мне один человек глаза раскрыл, говорит, что будет не то 28, не то 34. И уже не знаю, то я верю вам, то не верю. То есть, 28 рублей за доллар будет? Да. Ну, это 34. Ну, хорошо. Напрос, как будет у нас экономика существовать, понимаешь. Пока я оказываюсь прав, что при вот таком сверхдорогом рубле, потому что структуру экономики, как мы видим, тоже никто менять не собирается, да, кто нам, чтобы не рассказывал, все остается на том же самом уровне. Соответственно, как я говорил, что при такой политике жизнь людей уж как минимум лучше не будет становиться. Это мы видим. То есть, реальные располагаемые доходы населения, они вообще даже не пытаются отскакивать. То есть, весь этот рост ВВП, он приходится на там крупные госкорпорации, да, ну, и там отдельные около госкомпаний. Собственно, ничего другого нет. Поэтому, каким образом мы будем жить при, там, сколько там, ты говоришь, 34 или 28, да, ну, сложно себе представить, если честно. Тем более, что точек роста в стране нет, да, никто их не создает. Ну, говорили уже об этом много раз. Кстати, мы вот, да, реально располагаемые доходы по прогнозам будут расти, но символически 1% всего лишь до 20-го года. Это вообще ничто. Ну, во-первых, прогнозировать что-либо в нынешних условиях до 20-го года бессмысленно. Да, у нас тут Минфин в 35-м году вот только 85 рублей, да, по-моему, прогнозировал за доллар. В общем, по-моему, несерьезно и непрофессионально в нынешних условиях. Поэтому и с точки зрения тоже доходов населения. Доход населения прогнозировать здесь более или менее просто, потому что, если прогнозировать доходы чиновников и, там, ну, всех госслужащих, соответственно, плюс работников госкомпаний, остальное дальше можно ничем не заниматься. Ну, раз, вероятно, люди знают, что вот будет подобная динамика. Так что, ну, это, опять же, тоже ни о чем не говорит. Это в зависимости от того, как будет распределяться дальше инфляционная, налоговая нагрузка, да, и так далее, и тому подобное. Различные там сборы, которые еще какие-нибудь с нас придумают, обязательно придумают. Поэтому такая, то есть, ну, это все около нуля динамика. Значит, 100 будет, но будет позже. Ну, пока мы, движение пока в эту сторону еще не началось. То есть, для начала нужно выйти за диапазон, вот, там, опять накануне подтвердили, там, уровень 58-40 примерно, да, ударились у него, да, пройти не смогли, резко вернулись назад. Потом первый и дальше, там, где-то 59-59-50. Вот пройдут, тогда можно будет о чем-то говорить. Вот, и тоже, что интересно, я посмотрел на динамику цен на бензин, нам же все время рассказывают различные истории, какая нефть дешевая, да, и так далее. Тут вот недавно глава Лукоила, Вагит Олег Первов сказал, что, мол, текущая цена, да, 55-60, да, при ней не надо продлять соглашение ОПЕК-плюс о заморозке добычи нефти. И она устраивает и продавцов нефти, и покупателей. Понимаешь, причем вот все время подобные фразы говорят исключительно продавцы, понимаешь? Вот, а как насчет покупателей, здесь как-то все молчат. Глядя на динамику цен на нефтепродукты, знаешь, что происходит, ну, как-то с покупателями, по-моему, немножко другая история. Вот, поэтому тут все, на мой взгляд, не так однозначно. И если проанализировать цену на бензин, то там красивая такая фигура головой и плечи, и целью реализации прям идеальное закрытие ГЭПа начала прошлого года. Поэтому, то есть, ну, когда был минимум, да, там, ниже 30 по нефти. Это поэтому тут, о чем мы тут можем говорить? Посмотрим, посмотрим, как это все будет. Понимаешь, когда эйфория на финансовых рынках, на историческом максимуме, и рынки в этой эйфории заклинило фактически с начала года, такого вообще никогда не было. То есть, максимум, что мы можем проанализировать, это вот историю, там, с конца 19 века, да, там, по, там, индексу Доу Джонса. То есть, я смотрел, то есть, вообще близко никогда не было такого, как сейчас. То есть, рынки просто, понимаешь, вот, не знаю, вот взяли кого-нибудь, там, не знаю, человека, да, его там накачали какими-нибудь супернаркотиками, его там вставило как-то, понимаешь. И он в этом состоянии завис, представляешь, уже где-то, насколько найдет, на 7-8 месяцев. Вот в таком вот переклиненном состоянии эйфории. То есть, ну, мы же прекрасно по нему знаем, чем это заканчивается. Когда, чем дольше человек находится вот в таком состоянии, там, вырванном из реальности, да, тем больнее в эту самую реальность возвращаться. Ну, а хорошо, а что делать? Вот у нас же все равно объективный приток 5 недель подряд на наш рынок средств нерезов. Это же объективный факт, с этим нельзя не считаться. Нет, безусловно, но это, если мы смотрим в краткосрочной перспективе для спекуляций. Понимаешь, у нас тоже там говорят, вот там с начала текущего года российский фондовый рынок единственный, который не вырос. Да, правда, он единственный, который не вырос. Но, если мы сравним, там, за чуть-чуть более длинную перспективу и посмотрим, то он выглядит не так уж и дешево, на самом деле. Ну, смотри, там, по-моему, был в январе 2300, по-моему. Нет, причем здесь индекс МВБ, он вообще ни о чем не говорит. Надо смотреть в твердых деньгах. То есть, с начала года индекс РТС на месте, грубо. Многие другие индексы за это время выросли. Надо забывать, что у нас экономика делает попытки расти только-только. Что у нас остается дефицит бюджета, что у нас практически нулевой платежный баланс уже стал. И внутренний рынок, который вообще никуда не расширяется. Из-за того, что у нас стагнируют доходы населения. И перспектив здесь нет. И скажи мне, зачем тебе инвестировать в такое место, в котором никто не видит перспектив? Ну, понимаешь? То есть, единственный вариант, это почему сейчас идет приток инвестиций. Потому что все верят, что вырастут цены на нефть. И в связи, то из-за этого мы увидим некий дальнейший рост нашей экономики. Все, ничего другого нет. А если цены на нефть не вырастут, пусть они не упадут, они просто не вырастут. Вот тогда что? Экономика застрянет, действительно, там плюс полпроцента, к примеру. Ну, и кому это интересно? Вот расскажи мне. Ну, конечно, нет перспектив. Наверное, не все так думают. Ведь у нас растет рожечное кредитование. Например, на машина растет. Ну, понятно, что корпоративное кредитование попадет уже зародичное кредитование. Ну, пока там объективно растет? Нет, естественно, оно будет расти. Потому что был период, когда новые кредиты не брались из-за стагнации доходов и из-за высоких процентных стоов. Если сейчас завтра будет кирдык, ты попадешь брать кредит? Конечно, нет. Если решишься работы, значит, народ не считает, что будет кирдык завтра. Слушай, у нас есть пропаганда. Мы уже об этом с тобой говорили. О том, что люди... Ну, во-первых, телевизор давно поведел холодильник. Да, это мы видели. Поэтому ты можешь людям рассказать о том, что будет все хорошо, и тебе поверят прекрасно. Первое. Второе. Действительно, достаточно длительный период, причем максимально длительный после советского времени, мы наблюдали некую полосу стагнации. Соответственно, когда у тебя была полоса стагнации, просто не становится хуже, несмотря на то, что лучше не становится. И тебе начинают говорить, что все везде замечательно. То кто-то первый в это начинает верить, а затем идет эффект стадный. Действительно, люди начинают брать кредиты. Слушай, ну, давай вспомним таким образом 2013 год. Да, экономика, по-моему, выросла, если я не ошибаюсь, на 3,4% за год. Из них 3,3% было обеспечено ростом потребительского кредитования. Потреб кредиты взлетели на 40% в год. И, собственно, если бы их не было, экономика тогда была бы уже на нуле. То есть, мы прекрасно понимаем, ну, окей, давайте сейчас накачаем потреб кредитами нашу экономику, в которой нет конечного спроса, по понятной причине. Потому что мы являемся экономикой, к сожалению, очень низкого передела. С низкой производительностью труда, с низким уровнем разделения труда и так далее. Но можно накачать, и что потом будет? И потом идти массово банкротить людей, что ли? Нужно создать людям точку роста, чтобы они могли сами заработать себе. Хорошо. Насчет турецкой лиры писал, что это какой-то опережающий индикатор. Чего опережающий индикатор? В целом, если мы рисуем график турецкой лиры, наложим его на динамику индекса доллара, то, в общем, там все более или менее понятно становится. Соответственно, при дальнейшем падении лиры, значит, у нас индекс доллара пойдет опять в рост. Здесь много факторов. Но тут нужно смотреть за евро, потому что пока что делает народ? Народ упорно не верит никаким макроэкономическим данным из США хорошим. Все считают, что это вся фигня рисованная. И упорно переоценивает в плюс любые данные, которые выходят из всех других мест мира. То есть, люди ведут себя так, как будто все, Америки больше нет. Ну, как-то, по-моему, это перегнули палку немного. Даже если вернуть настроение рынков и некоторое нейтральное положение, это уже приведет к возврату по евро-доллару куда-нибудь к отметке 1.10-1.12. А если мы это увидим, то получается, что этот весь рост с уровня 1.04 на 1.21, что он был ложным. Тогда мы можем как раз пойти на те цели примерно на 0.8-0.85 евро за доллар. Более того, мы уже наблюдаем ухудшение торговых балансов по тем экономикам, у которых валюты сейчас выросли. 0.85 не широко ли шагаешь? А в чем? Мы же уже видели такой курс. Поэтому, если график рисовать по модели, так получается. А текущие 57 рублей за доллар это не широко? На мой взгляд, это совсем перебор. Тебя критикуют, говорят, что мои модели показывают 100 рублей за доллар. А как раз сегодня пишут тебе, что за модели, такие модели длинноногие что ли? Да пусть пишут что угодно, нормально, уважительно разговаривать с людьми только и всего. То есть, так вопросы не задают людям. Тролли, тролли так все. Вперед, это не мне пишут. Люди сами себе говорят, стоят перед зеркалом, да и кривляются перед ним. Ну пусть кривляются, господин. Тебе не кажется, что мы идем по кругу? Вот я уже не первый раз приезжаю, не второй, не третий. Постоянно мы говорим, что в Австралии все хреново. Но ты сам не хочешь пойти во власть или стать каким-нибудь советником? Вот я знаю, один экономист, которому брали интервью, стал советником Улюкаева. Правда сейчас Улюкаева, но все не менее он стал советником. Вот так не хочу. Вот именно поэтому не хочу. Понимаешь? Потому что там сейчас, во-первых, все должности расстрельные, по большому счету. Это первое. А во-вторых, у меня нет никаких родственников, знакомых во власти. И кто же будет прислушиваться? Понимаешь? Я вхожу в президиум Столыпинского клуба. Та программа, которую сделали нам с коллегами под председательством Бориса Юрьевича Титова. И она в значительной степени именно на моих идеях построена. Потому что то, что предлагалось изначально, то есть помнишь, когда была изначально, приходили Столыпинский клуб, все начали кричать, вот они хотят напечатать деньги. Ну, это был один из вариантов, один из движения программы. То есть я смог отстоять, сказать, что ребята, не надо печатать деньги. То есть надо сделать такую денежно-кредитную политику, которая была стимулирующей. Не надо искусственно, чрезвычайно занижать процентную ставку, потому что это приведет, опять же, к бурному надутию кредитного пузыря. А вот сделать хоть нам чуть-чуть заниженный курс рубля, это правильно. И вместе с этим проводить вот такую денежно-кредитную политику. Сейчас он завышенный? Я считаю, что сильно завышенный. Посмотри, у нас все дороже, чем везде. Мы ничего не можем продать, если это не является объектом прямых субсидий. И при закрытом рынке. То есть все, что продается внутри, продается только потому, что там закрыт рынок и субсидируется. Понятно, что нужно поднимать наше сельское хозяйство. Вопросов в этом нет. Но надо понимать, что у нас слишком маленький рынок. Невозможно на таком маленьком размере внутреннего рынка, при закрытой экономике, настолько, как у нас сейчас, невозможно создать никакого передового производства. Ну, исторически не получится. Это все иллюзия. Советский Союз развалился. Это одна из причин, что, хотя рынок был маленький и конкурировать пытались, не вышло. Хотя рынок был полностью закрытый. Понимаешь? Ну, зачем наступать миллион раз на элементарные грабли? То есть нужно конкурировать в тех сегментах, в которых мы можем это делать. То есть, если мы считаем... То есть, твои идеи Чистолыпинский клуб услышали? Ну, нет. Программу-то сделали. Но эта программа легла под сухну и там, к сожалению, на мой взгляд, останется. Мы общаемся с Миркиным и мы знаем вообще идеи. Здраво. Ну, и что дальше-то? Ну, и что я? Ну, просто какая-то безнадега. Понимаешь? По пятому кругу говорить, что мы ничего не созидаем. Вот приехать к тебе, да? Ну, просто потом выйти и повеситься просто. Ну, мы сами выбираем. Понимаешь? Мы вот живем здесь. Понимаешь, тут повеситься можно сразу. Мы же упираемся, бьемся. Это, как говорится. А вода камень точит. Как говорил Лао Цзи, вода это самое мягкое, нежное, слабое существо на земле. Но в преодолении твердого и жесткого ему нет равных. Соответственно, нужно быть гибким, мягким. Но при этом четким, последовательным. Откроем тайну. Всегда стоять на своем. Наверняка ты общаешься, я знаю, с радиослушателями, с инвесторами. Что их сейчас больше всего волнует? Выборы в Каталонии или денонсация договоров с Ираном в США? Или вообще, что у них в голове сейчас? Ничего не волнует. Я же тебе говорю, рекордный уровень эйфории. Всех заклинило. Те, кто тебе звонит? Нет. Ну, вот с кем я общаюсь. Извините. Ничего страшного. Вот у всех, понимаешь, все замечательно. Волнует любая история, на которой можно по старой русской традиции, вот прям сейчас спекулятивно заработать много денег. Биткоин. Срубить. Биткоин. А все равно, как это будет называться. Биткоин, там, не знаю, эфир. Пусть это будет какая-нибудь акция. Вон там, банды открытия падали до 5%, некоторые субарды. Потом, ой, до 10% отскочили. И Блумберг даже пишет, вот можно было 100% заработать. Понимаешь? И люди смотрят и действительно чувствуют себя несчастными. Ой, а я же вот мимо меня паровоз прошел. Хочется спросить, зачем вам столько денег? Что вы с ними делать будете? Вы что, от этого станете более развитыми, да, там, счастливыми и так далее. Вот такое ощущение, что у нас вот всем категорически денег не хватает на что-то. Понимаешь? И ты что, занимаешься образованием финансовым? Говоришь, что вы вот можете там сорвать два конца на открытиях в бандах, а можете его потерять? Или вообще в чем твоя миссия? Как отвечать на такие вопросы? Ну, в том и состоит. Во-первых, нужно понять, зачем вам это надо, ребят. Понимаешь, когда приходит, ну, как вот, помнишь, старый анекдот, да, когда женщина пришла, говорит, а вот пришейте мне мужское достоинство прямо на лоб, да? Он говорит, а зачем? Она говорит, во-первых, это красиво, понимаешь? То есть, прежде чем советовать человеку что-то сделать, вообще зачем, то есть, причина глубинная какая, понимаешь, при той информационной накачке, которую мы сейчас видим, люди в собственных желаниях не в состоянии разобраться. То есть, они думают, что они хотят одного, на самом деле это их разрушает. Это разрушает их жизнь, разрушает их сущность, разрушает их как человека и так далее. Поэтому тут нужно понять, для чего. То есть, если тебе действительно, семье, твоим детям категорически не хватает денег на жизнь, понимаешь, человек не побежит просить, вот мне вот сейчас надо кусок урвать и все. Понимаешь? То есть, нужно формировать некую стабильность. У нас же люди хотят спекулятивно что-то сделать, но в этом тоже, на самом деле, многие наши СМИ виноваты и так далее. Поэтому нужно заниматься тем, чтобы выстраивать свое долгосрочное благосостояние, а не пытаться, на мой взгляд, да, это мое мнение, я его никому не навязываю, а не пытаться там вот здесь и сейчас быстро заработать. Мы же знаем историю всех тех, кто выиграл в лотерею. Чем это заканчивалось всегда? Заканчивалась просто катастрофой в 90% случаев, можно поднять статистику. Вот в этом-то проблема. То есть, люди не хотят думать, что, понимаешь, у нас же есть такой психологический постулат, что у каждого сейчас есть ровно столько, на что он достоин. Вот и все. Если у кого-то нет этих денег, значит, они ему сейчас не нужны. Все очень просто. То есть, ты считаешь, что профессии, которые общество сейчас низко оценивает, например, учитель, билотекарь, они получились столько, сколько они достойны? В этом обществе, да. В этом обществе, да. То есть, человек сам выбрал оказаться в этом месте. Я вот эта идея про то, что мир несправедлив, я ее не разделяю. Мир справедлив. Он может быть циничным для кого-то, может быть жестоким даже для кого-то, но справедлив. Но в чем справедливость? Идет маленькая девочка, на нее падает камень и задавит грозовиком. Скажи, в чем ее грех? Я знаю, в чем грех конкретной маленькой девочки. В чем справедливость-то, скажи? Слушай, если бы мир был устроен криво и так, как люди считают, этого мира бы уже давно не было. У нас в любом случае другого мира нет. Знаешь, как это старый анекдот, когда приходят... Я с тобой согласен, евреи в Одесский АВИР, да? И говорит, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, любезный. Такие вы хотите уехать? Он говорит, ну я тут думаю. А вы хотите куда там? В Израиле. Вот он. Анкетка, заполняйте документы, уезжайте. А если в Штаты? Вот анкетка, заполняйте документы. А если, слушайте, любезный, вот вам глобус. Выбирайте страну, заполняйте документы. И так и езжайте. Он крутил, глобус крутил. Говорит, уважаемый, а другого глобуса у вас нет. У нас нет другого мира. Он вот такой, какой он есть. Понимаешь? Поэтому мы можем сколько угодно на него пенять. Может, сколько угодно пенять на зеркало. Понимаешь? Я согласен с тобой, что на 95% мы сами виноваты с тем, что с нами происходит. Но на 5% это... Андрюш, это опять иллюзия. Вот с чего ты как расписал вот эти 95,5? Может, это 50 на 50. А может, это 99,9 в периоде на 0, соответственно, 0,01. Откуда ты знаешь? Я считаю, что на все 100% все вот есть так. Вот мир, он вот такой. Если нам кажется, что что-то где-то не так, это нам только кажется. Но это мы с тобой говорили, философски уже такой разговоры шли. Нет, просто интересно не только про Меркурий ретоградный разговаривать с тобой, а про то, как выходить в той ситуации. Потому что ты постоянно приезжаешь, ты говоришь, что страна в попе находится. Но находится там, где она находится, понимаешь? И кто-то, слушай, какой-нибудь человек, допустим, да, вот, не знаю, случилось у него что-то хорошее. Может, там, банально, вот там, у него даже спекулировал удачно, заработал много денег. Он будет на седьмом небе в какой-то момент. Что с ним будет дальше, другая история, понимаешь? Да, кто-то там где-то потерял или споткнулся, или еще что-то, или что-то у него не получилось. Он считает, что ой, катастрофа, всю жизнь не удалась. То есть, я считаю, что ошибается и тот, и другой. Не от этого зависит, да, наш вопрос, о нашем внутреннем состоянии. Как мы отгородимся от этого? Какой стеной? Не надо ни от чего отгораживаться. Как только мы начнем отгораживаться, понимаешь, что точно так же, как у нас сейчас вся нация отгораживается все время от них. Эти враги, эти враги. Тут, блин, начак зла, понимаешь? Одни мы вот такие классные белые пушисты. Допустим, семью я счастливый. Не в этом плане уйти немножко от государства. Да никуда ты от него не уйдешь, понимаешь? Просто, ну, это то же самое, что не надо, да, там, ходить ночью по определенным районам, да. Если ты, конечно, не хочешь получить, там, приключения на задницу. Ну, и так далее. Там, в туалет сходил, пятую точку надо, там, вытереть, к примеру. Ну, вот, а не бегать, там, с грязной и не источать и так далее. То есть, это вопрос не отгораживания, вопроса адекватного реагирования на реальность только и всего. Поэтому, если мы же не будем в норму, в здравом уме, да, там, бежать на красный свет под поток машин, понимаешь? И не надо отгораживаться от этого. Ты что-то не понял меня, это самое. Я не говорю, что, я считаю, что мир не всегда устроен справедливо, но это не значит, что ничего не надо делать. Надо, наоборот, делать, чтобы... Ну, безусловно. Не то, что надо слой ручки сложить и все. Нет, не в... Если там девочка сшиблена на переходе, значит, надо этим переходом поставить лишнее освещение, чтобы машины ее видели. Ну, естественно, нужно работать над этим. Ну, аж надо, во-первых, заниматься и с детьми, и с водителями, и построить переход правильный. Как у нас до эфира минут? Посмотри, пожалуйста, сейчас сорвем. Спередача. У нас есть еще около пяти минут. Хорошо, спасибо. Давай последний вопрос про криптовалюты. Тебя уже достали эти вопросы, скажи честно, вот именно по крипте? Не, на чем меня доставать. Меня вообще достать, я думаю, невозможно. Ну, а что ты отвечаешь? У меня мнение, в общем, не изменилось. Я считаю, что это классический поздний бычий рынок. То есть, ситуация, когда мир заклинило на рекордное время в рекордной эйфории, естественно, люди начинают искать для того, чтобы там устроить новый пузырь, да, ну или там что-то в таком духе. Какой-то актив, который максимально сложно оценить, да, то есть, как там, не знаю, там в акциях есть там некий там fair value, да, там понятие справедливой стоимости, которая там по определенным моделям считается. То есть, с облигациями там вообще просто от базовой процентной ставки там исходят, ну и так далее. Недвижимость, в конечном итоге упирается там в спрос, предложение, там наличие свободных денег, кредитование там и так далее. Понимаешь, а здесь, ну, очень сложно, понимаешь, какую-то цену придумать. Я же говорю, там, тот же биткоин может стоить там от одного цента до миллиона долларов, да, совершенно спокойно, а может и до миллиарда, ну, образно говоря. Катя, к тебе не придут, когда будет стоить миллион долларов? Хорошо, что ты нам говорил про пузыри всякие. Ты мне давал шортить и ни в коем случае не закрывать шортить? Шортить нет. Ну, правильно, поэтому вот, просто я считаю, что в тот момент, да, это, как вы знаете, вот эта история с Дж.П. Морган Шейзом, да, который там, Систель Чакубой у него в 29-м году спросил, куда ему разместить свои три доллара, типа, понимаешь? Так и здесь. То есть, кто только у меня уже не спросил, я, конечно, ни разу не претендую на Лавры Дж.П.Моргана, но, понимаешь, когда у меня начинают спрашивать люди, вот инструкторы в спортзале, да, спрашивают, Володя, а вот я там хочу купить биткоин. Причем некоторые люди действительно там на свои единственные там пару тысяч долларов, понимаешь, покупают там эфиры или биткоины или еще что-то. То есть, у человека как бы там пару тысяч долларов накоплений. Вот он уже идет и покупает, понимаешь? Ну, это не говорит о том, что действительно не может быть дороже. Знаешь, какая-то такая поговорка, что каждый подобный актив, да, там вот в любой момент времени, вот мы на него смотрим, думаем, не, ну пузырь, конечно, может вырасти в два раза легко, всегда. Но вот то, что я вижу, да, я вижу, что там элемент пузыря очень большой. Я пришел себе за выгодными курсами, мне послал, я тебе говорил, кто послал, Яндекс.Советница, Алиса, за выгодными курсами, что сейчас самое выгодное, скажи и убегай на эфир. Я не понимаю, что такое выгодные курсы. Она сказала, что за выгодными курсами, это механический разум, ты что, Алиса из Яндекс.Советника? Не знаю, я с ней не знаком. Что сейчас самое выгодное? Не бывает ничего самого выгодного здесь и сейчас. Это все иллюзия, это все сделано для того, чтобы человек, и чтобы, не для того, чтобы мы управляли своим мозгом. Вот мы сейчас сидим, сейчас ноги сидят спокойно, не дергаются, нет? Ну вот, слава богу, действительно. А вот мозги почему-то у всех дергаются, вот что сейчас самое выгодное, вот как же это? Эксперт уже ответит. Успокойтесь, никому ничего не должен. Вопроса нет, нет вопроса по существу. С этим вопросом. Нет вопроса по существу, вопроса, нет сути вопроса, Андрюш. Это самый лучший вопрос, задать и думать, что ты так сейчас человека обманешь, поставишь его в какой-то тупик. Здесь сути вопроса нет. Нет никакого выгодного курса. Обманывать мы с Володей никогда не обучены. Мы не будем. Все, спасибо, это был Владимир Левченко, мы были в гостях, а чуть не сорвали эфир, который сейчас прям пойдет в гостях, а еще секунда. Спасибо, всего доброго. Много философии получилось почему-то. Да. Тогда я уйду без тебя уже, ладно? Ну смотри. Посмотрел я это интервью, надо сказать, что я простужен последние недели, полторы. Почему-то из этого состояния не выхожу, и поэтому это отражается не самым лучшим, не самым лучшим, конечно. Но ничего, будем выздоравливать.